Здравствуйте! Приглашаю вас к видеоистории из цикла «Невероятные сравнения образов». В Русском музее произведения искусства хранятся и показываются на основных экспозициях в пяти дворцах, зачастую довольно далеко друг от друга. Например, Строгановский дворец на Невском проспекте, а Мраморный дворец находится не так уж близко от него. Вот эта разделенность коллекций в рамках большого музейного комплекса побуждает иногда задуматься, а можно ли найти какие-то взаимосвязи между произведениями разных эпох и даже разных народов, которые хранятся и показываются в Русском музее. Попробуем. Этот цикл называется «Невероятные сравнения образов», потому что действительно, надеюсь, вам как и мне покажется, что на первый взгляд те произведения, которые сегодня мы увидим, вряд ли имеют что-то общее друг с другом. Только лишь на второй взгляд что-то обнаружится. Поэтому в вашей воле абсолютно решать к концу нашей встречи. Действительно невероятное сравнение, а может быть оправданное. Ну что ж, приступим. Наш герой сегодня располагается в Мраморном дворце. Мраморный дворец – это такой центр современного искусства в Русском музее, часть комплекса Русского музея. Там проходит множество выставок искусства XX и XXI веков. Вот в Мраморном дворце можно увидеть такое произведение, такой, наверное, можем сказать, арт-объект. Что же это такое? Мы разберемся, как называется, что подразумевает это произведение. Но прежде давайте подумаем о его авторе, поскольку здесь тоже не все так очевидно. Вот этот автор – Ральф Винклер, немецкий художник. И на этикетке, когда вы придете в Мраморный дворец, упоминается это подлинное от отца и матери, что называется, имя – Ральф Винклер. Это, кстати, его портрет, созданный другим немецким художником. Но и второй персонаж здесь же – Альбрехт Пенк, ученый, исследователь, изучавший как строение Земли, занимавшийся геологическими вопросами, изучавший и какие-то астрономические структуры. Человек очень разнообразный в своих научных интересах, человек другой эпохи совершенно, чем Ральф Винклер. А что же их объединило? Вот интересно. Это произведение, кстати, снятое чуть иначе, вы видите сразу название, Снегурочка называется. Это произведение, созданное в 88-м году, создано из фетра, большая работа, художником, который объединил свое подлинное имя Ральф Винклер и имя другого человека, своего предшественника Альбрехта Пенка, чьими исследованиями он так увлекся, что сотворил некий псевдоним, которым пользовался довольно долго. Он себя назвал Айр Пенк от Альбрехта Пенка, но буква Р в середине являлась напоминанием о его собственном имени Ральф Айр Пенк. Так он себя назвал и как Айр Пенк он и значится автором вот этой Снегурочки. Ну вот мы увидим с вами, что художник играет, играет и своим собственным образом, с именем. Эта игра, правда, была затратной в эмоциональном, таком судьбинном даже плане, поскольку художник работал в Германской демократической республике во времена социализма. И вначале был участником официальных выставок, потом, однако, государство перестало его признавать, поскольку слишком оказались его сильны контакты с западным германским обществом художниками. Он попал в опалу на своей социалистической родине, затем он становится уже участником жизни и художественной жизни федеративной республики Германии, западной Германии. Но вот он сохранил, сквозь такие непростые страницы жизни, сохранил вот это игровое начало. Мы понимаем, что так он относится к себе. А что же его Снегурочка? А что же за этот образ, который можно увидеть в мраморном дворце Русского музея, в музее Людвига? Так называется эта часть нашей коллекции. Ну вот очень часто у этой работы стоят люди, пытаясь ее разгадать, стоят в каком-то недоумении. Чему она посвящена? Вообще, Снегурочка, работа Айрпенка, она какая? Какая она для вас? Веселая, забавная, хочется поиграть, хочется, может быть, подвинуть один фетровый шар, поменять местами с другим. Вот чего нельзя, кстати, делать в музее, а что-то хочется на самом деле. Может быть, эта работа напоминает нам об игре с запретами и желаниями. Ведь Айрпенк Раффинкли знал, что эта работа будет иметь музейную судьбу. Наверное, если бы был не музей, уже давно, по многу раз, часть этой работы и руками, и ногами посетителей меняли бы свое положение. Но нельзя, так хочется, но нельзя, работа с желаниями и запретами, с одной стороны. С другой стороны, что-то есть детское в этом произведении, какая-то игра или игрушка, даже большая такая, представляется нам немецким художником. Ну и, конечно, самое удивительное, что уже он не Айрпенк, а что Айрпенк создал Снегурочку, что он так назвал эту работу. Какое отношение к этому образу, хорошо нам знакомому с детства, имеет такая цветная каракатица Айрпенка. Айрпенка. Вот, подобно тому, как он играл в слова со своим собственным именем и образом, так и здесь он играет с нами в игру «Верь глазам своим, когда смотришь на произведение, на объект, и не верь написанному, не верь этикеткам, доверяй только тому, что ты видишь и как ты к этому относишься». То есть, по сути дела, мы имеем дело здесь с каким-то движением смыслов, движением значений этого произведения. Ну что ж, а та работа, которая находится в главном здании в нашем музее, в Михайловском дворце, неподалеку от его садового вестибюля, работа XIX века, созданная Федором Федоровичем Каменским в 1872 году. Первые шаги. Вот, может быть, кстати, кажется, что первые шаги делаются навстречу снегурочке, судя по этому кадру. По крайней мере, может быть, малыша могла привлекать, могла привлечь к себе такая цветная, большая, мягкая композиция. Вот там, в 30-м зале на первом этаже, находится эта монументальная композиция Федора Федоровича Каменского, созданная из мрамора. Большая довольно скульптурная группа из двух главных фигур. Первые шаги. И мы понимаем, что, конечно, эта работа посвящена детству и материнству, посвящена становлению жизни первым шагам, которые так нас настраивают сентиментально. Конечно, не пробуждают никаких воспоминаний, кто помнит свой первый шаг. Но мы часто задумываемся, иногда задумываемся, по крайней мере, как же мы могли этот шаг первый сделать. Вот такая работа, которая, конечно, будучи показанной впервые, сразу привлекла к себе большое внимание. Но критики обратили внимание и на некоторую двойственность в этом произведении. Вот в чем тут дело. Посмотрите, пожалуйста, на переднем плане. Видите, паровоз. Вот он, паровоз. Ну, не только паровоз. Конечно, могло бы быть игрушкой только лишь детской. И так хорошо у нас Пенка-Каменский объединяется в этом случае. В мраморе изображена детская игрушка. А вот что-то такое детское, игровое, в снегурочке. Вот то, что мы видели в мраморном дворце в музее Людвига. Есть перекличка. Но это мраморная игрушка. Не просто игрушка паровоз. Там, если приглядеться, не видно на кадре, а в самой скульптурной группе видно, на паровозике есть надпись. Прогресс. А на карандаше полустертая надпись. Свобода. И вот выясняется, что Федор Федорович Каменский видел два смысла одновременно в своем произведении. Первые шаги человека, малыша, и первые шаги новой цивилизации, которые Европа и Америка делают в индустриальном мире. Вот оказывается, какое переключение значений происходит. Как не похоже одно значение, но другое. Скульптура, которая символизирует собой первые шаги новой цивилизации, или речь только лишь о маленьком ребенке и его счастливой матери. О чем же эта скульптура? Уже современники, надо заметить, не все поддержали эту двойственность в образе Каменского. Один из критиков писал, ну вот, этот малыш нам кажется едва ли не Наполеоном. Он приобретает какую-то особую значимость, когда мы начинаем рассматривать эту работу в каком-то всемирном контексте. Вот точно так же, как и в Снегурочке Айрпенка, мы можем подумать о каких-то игрушках и играх, о желаниях и запретах их исполнять. Мы можем представить себе какие-то элементы подобия микромира, даже мельчайшего мира соединения частиц вместе в Снегурочке. Можем переключать одно значение, с одного значения переключаться на другое и находить подтверждение этому в произведении немецкого художника XX века. Так, если мы будем внимательны к работе Федора Федоровича Каменского, то мы тоже легко сможем перейти от одного значения к другому. Ну и еще одно произведение. Давайте попробуем поставить в один ряд со Снегурочкой Айрпенка. Вот тут, мне кажется, Снегурочка хорошо вписалась в нижнюю часть большой картины Машкова «Автопортрет» и «Портрет его друга», тоже художника Петра Федоровича Кончаловского. Приглядитесь, пожалуйста, внизу-то картины. Видите, что изображено? Огромная гантеля и слева и справа тяжелые гири. Явно эти могучие молодцы так себя тренировали, а может быть даже и состязались, по крайней мере, друг с другом на вот такое поднятие тяжестей. Вот эти гири и эта гантеля. Кажется, что «Фетровая Снегурочка» – такой забавный комментарий к этим спортивным снарядам. Она тоже, кажется, могла быть включена в эту спортивную повестку картины Машкова «Автопортрет» и «Портрет Петра Кончаловского». Но не только по этому неожиданному сравнению форм и функций, мне хотелось бы упомянуть две эти работы рядом. Есть и другое основание. Дело в том, что это огромное полотно Машкова, смотрите, 270 сантиметров, два метра по короткой стороне, большая картина. Кстати, композиция из «Фетра Аркенка» совсем не маленькая. Так вот, большая картина Машкова, она многодельная, она потребовала больших усилий от художника. Это такая мощная живописная работа. Тем не менее, будучи отнюдь ни карикатурой, ни шаржем, она обращена к нашей смеховой культуре и смеховой реакции. Она вызывает смех, она забавна при всей своей сложной и многодельной исполненности и композиции. Ну, действительно, кто перед нами эти герои, эти силачи, обнаженные с явной мускулатурой? Может быть, они действительно атлеты? Но мы-то знаем, что это автопортрет. Мне кажется, это еще одного, дающего из художника, силачи-художники. Но, может быть, они и художники, но в руке у Ильи Машкова скрипка и длинный-длинный такой смычок. И музыка звучит, рядом открытое пианино. Мы видим здесь вот такое явно эпатирующее изображение. Говорят даже, что эта эпатажность имела некоторую историческую, исторический такой процесс был в создании этой работы. Вот видите, на втором плане, если так можно выделить, на данном плане, два натюрморта в овалах, изображены Машковым. Рассказывают, что, возможно, там были портреты жен Машкова и Кончаловского. Но дамы не захотели участвовать в этом забавном изображении. И Илье Машкову пришлось переписать портреты, но натюрморты. Впрочем, что-то женское и смешное при этом появилось в этих натюрмортах и после переделки. Так вот, при всей серьезности Снегурочки, Айр Пенка, если мы подумаем о том, как она связана с исследованиями кумира Ральфа Винклера, Альберта Пенка, при всей серьезности, это, конечно, работа и забавная, и веселая. Мы зачастую, когда говорим об искусстве XX века, словно забываем о том, что мы можем отнестись к этому с усмешкой или даже открыто смеясь, глядя на произведение. Это будет не унижением произведения, это будет адекватной реакцией на него. Ну и завершая это сегодняшнее короткое сравнение, хотелось бы представить все три произведения вместе. Что же соединяет работу немецкого художника, выставленную в музее Людвига, в мраморном дворце русского музея, с первыми шагами Каменского, Федор Федоровича Каменского, скульптурной группы, которая расположена в Михайловском дворце, и с автопортретом Машкова и портретом Кончаловского на одной картине, которая, кстати, располагается, это произведение располагается в корпусе Бенуа на русском музее на втором этаже. Что же их объединяет? Конечно, первое, что мы уже отмечали, это верные для портрета, для живописной работы, эти переключения значений. Мы то так, то иначе можем воспринять наших героев-персонажей. Иначе или иначе, кстати, надо уточнить. Во-вторых, во всех трех произведениях есть, несомненно, игровое начало. В случае с работой Машкова, игровое, игра, игрушка, мы их там не видим, но есть некая веселая игра, как часть замысла Машкова, его исполнения. Ну а о том, как игрушки изображены Каменским, и как мы можем себе представить игру и игрушку, работа Арпенко, мы уже с вами говорили. Это удивительное соотношение во всех трех произведениях серьезного и смешного. В каждом случае и улыбка, и размышления сопутствуют нам. Ну и, наконец, конечно, в целом, эти три произведения, одно было создано в XIX веке, другое было создано в начале XX века, и третье относится к второй половине XX века, дают нам еще и единство разных медий, медий, разных видов искусства, живопись, арт-объект, в данном случае из фетра, и мраморная скульптурная группа, скульптура. Мир искусства вот полон таких разнообразных возможностей. Вероятно или невероятно это сравнение? Убедило ли вас оно в какой-то своей части или в целом? Это ваше право, это ваши возможности вынести свое собственное суждение по поводу предложенного мною сюжета. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.